В минувшие выходные и первый рабочий день этой недели жители столицы Чуваши опять вынуждены были затыкать носы. Неприятный запах в очередной раз распространился по всему городу. Для одних этот запах просто неприятность, с которой приходится мириться, а для других причина головной боли и тошноты. Спастись из него можно только в закрытом помещении. Чувствовали ли вы неприятные запахи в чебоксарах? Да, чувствовала, дышать вообще было невозможно. Не было каких-то головных болей или чего-то подобного от этого? Голова болела, да, тошнить начинала. Очень сильно тошнила. Только вас или всю семью, может, знакомых? Майму тошнила, у меня у нее голова очень сильно болела. Конечно, конечно, было неприятно, особенно в такой жару. Ну, тепло, когда такой запах, очень неприятно. Вы знаете, я даже честно рад, что чебоксар и Чуваша прилетели мимо чемпионата мира по футболу и что ни одна команда здесь не остановилась. Потому что с таким запахом мы просто опозорили страну на весь мир. Садоводчество «Заря» и садоводчество «50 лет октября» – это находится вблизи поселка Лапсары. Запах идет со стороны Лапсар. А что там находится, я не знаю, там, по-моему, птицефабрика. Если можно, вот куда-то сообщите и пусть там прореагируют на это. Потому что что там находится? Или фабрика какая, птицефабрика, или там мест комбината нет, по-моему. Поэтому вот хотим, чтобы вопрос без ответа не остался. Сегодня утром, да, чувствовала действительно. Это не только я, многие там. Я, поскольку работаю в детском саду, даже дети почувствовали, да. Ребенок у меня, я, поскольку в детском саду, говорит, что голова тошнит. Вот такое было. У остальных вроде ничего, а вот один жаловался. Специалисты Роспотребнадзора уже занимаются этим вопросом. Заведено уголовное дело, ведется расследование. Но запах помета от этого не исчезает. Конечно, он не наносит сильного вреда организму, но является источником дискомфорта почти для каждого жителя столицы республики. И жалобы ведомства продолжают поступать. Результаты проверки смотрите в наших выпусках новостей.